Органами внутреннего дела ДГИ возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо ложного документа. Его фигурантом стал местный житель, управляющий транспортным средством, используя поддельное водительское удостоверение. Автомобиль, за рулем которого находился 46-летний мужчина, был остановлен инспекторами ДПС в Красногвардейском районе. В ходе проверки документов было установлено, что водительское удостоверение находится в Росске. По статистике, в 2016 году госавтоинспекторами АДГИ выявлено 59 водительских удостоверений с признаками подделки, либо находившихся в Росске. Наибольшее количество таких моментов задокументировано в результате несения службы сотрудниками ДПС, остальные в ходе осуществления регистрационной деятельности в подразделениях МРЭО. МВД по АДГИ продолжает информировать жителей гостей республики о перечне государственных услуг, предоставляемых ведомством. Сегодня мы более подробно расскажем об одной из них – добровольной дактилоскопии. Для чего она нужна и каков порядок ее получения смотрите в материале Вадима Агаркова. С самого рождения у каждого человека есть паспорт, данный ему природой. Это уникальный узор подушечек пальцев. Эта индивидуальная особенность является уникальной и позволяет идентифицировать человека независимо от пола и возраста. Одно из числа оказываемых МВД по республике АДГИ государственных услуг является добровольная дактилоскопическая регистрация. Прохождение этой процедуры дает ряд преимуществ. Дактилоскопирование имеет высокое значение для лиц поживого возраста, которые страдают потерей памяти. Установление его личности как раз и помыло. Дактилоскопирование также может помочь при установлении личности человека, у которого документы пропали при несчастном случае. Данная услуга предоставляется абсолютно бесплатно. Все, что нужно гражданину для ее получения, это документы, удостоверяющие личность и заполнение соответствующего заявления. В последующем карта дактилоскопической регистрации поступает в информационный центр МВД по республике АДГИ. Далее сотрудники вносят их в специализированную базу данных. Завершается процесс после направления дактокарт в общероссийскую базу МВД России. Также необходимо отметить, что гражданин, прошедший процедуру добровольной дактилоскопической регистрации, в любое время может обратиться в органы внутренних дел для того, чтобы внести изменения в свои установочные данные или с заявлением об изъятии информации о нем из базы данных. Вадим Огарков, Вячеслав Коробков, программа Вести, дежурная часть.